Итак, продолжение. Я постаралась успокоиться, унять волнение, ведь таможенники тонкие психологи, если увидят тревогу в глазах, точно будут придираться и задавать лишние вопросы. Паспортный контроль был пройден без проблем, а вот осмотр ручной клади в Грузии проводят с пристрастием. У меня и не было ничего. Один пакетик с сигаретами. Или не сигаретами. Положила на ленту, просветили. Собак вроде рядом не было. И вдруг слышу. Ваш паспорт, пожалуйста. Зачем? Промелькнуло в голове. Оказывается, в месяц можно провозить только один блок сигарет. Если, например, я уже была в этом месяце в Турции и покупала сигареты, то все, изымут. Наверное. Или штраф. Уф. Дальше нашла на выходе жену сына пончика, Манану. Она, как в шпионском фильме, взяла пакет, не глядя, без эмоций, и еле слышно шепнула. Спасибо. И все. И ради этого я тряслась. Ладно, получила урок. Больше ни у кого ничего не беру. Как бы не было жалко людей. Пока ждала Шахина с машиной, зашла в туалет и тут же ощутила суровую реальность. Это уже не Турция с ее комфортом, чистыми туалетами, мылом и автоматическими кранами. Добро пожаловать в Советский Союз называется. Все сломано. Но хотя бы пахнет еще не слишком плохо. Знаю, бывает хуже. Ждать пришлось совсем недолго. Здесь же у границы мы сразу купили страховку. Без нее по Грузии передвигаться никак нельзя. Стоимость на 15 дней 50 лари или 500 турецких лир, на месяц 75 лари. Мы купили сразу на месяц, так как планировали уложиться в этот срок. И на обратный путь не покупать страховку снова. Тем временем солнце садилось с восхитительной красотой. Грузия встречала нас с многообещающим розовым закатом. Пансион, который мы забронировали заранее, находился буквально в 15 минутах езды от границы. Чистый, уютный. Хозяйка прекрасно говорит по-русски. А муж понимает и русский, и турецкий. Утром проснулись под шум прибоя. Окна выходили прямо на море. Доброе утро, Грузия. Как первая ночь в Грузии? Хорошо. Как номер? Номер не люкс, конечно, но постель мягкая, кондиционер исправный, вода горячая есть с отличным напором. Что главное, помыться и выспаться. В общем, мне понравилось. Сейчас чай попьем, едем дальше. Батуми. И все вокруг непривычно взглядом. Дорога совсем другая. Надписи на грузинском. Женщины грузинские. Коровы грузинские. Наглые причем. Стоят прямо на дороге. Хотя скажу, что у границы все еще витает турецкий дух. Смотрите, ресторан Измир. И вообще много надписей на турецком. Батум, Бураса, Батум. Это Батум уже? Да, Нарис. От границы до Батуми ехать совсем недалеко. Раз, и мы уже в Батуми. Живет Грузия бедным, бедненьким. Первое, что бросается в глаза, наследие советских времен. Я как будто очутилась в России 90-х. Облупленные хрущевки, сталинки, брежневки. Еще более убогий вид им придает развешанное повсюду белье. Может, это только на окраине, на подъезде к городу? Но позже оказалось, что нет. Батуми. Батутуми Ашалами у нас. Он красив. Да разве может быть некрасив город у моря? Но с недавних пор не только море его украшает, а еще и обилие современных дизайнерских объектов. Новая грузинская архитектура. Символ Батуми – знаменитая башня алфавита или башня азбуки. Выполнена она в виде молекулы ДНК, и на ней расположены все 33 буквы грузинского алфавита. Романтичная скульптура Нино и Али. Местный Ромео и Джульетта. То сходится, то расходится Батумский драматический театр. Сама театральная площадь в окружении зданий совершенно разных архитектурных стилей. Я настолько впечатлилась городом, что решила уделить этой же мчужине у моря особое внимание. В отдельном видео. Сейчас скажу лишь. С одной стороны, Батуми выглядит современно, амбициозно, если не всматриваться в детали. Да, и если не поворачивать голову в другую сторону. Потому что там ждет обратная сторона медали. Без всяких амбиций, уютная проза жизни. Чистое белье на балконах, как в старых фильмах про грузинские дворики. В общем, про Батуми смотрите в отдельном видео. А мы едем к границе с Россией по направлению к Степанцминде, а дальше к Верхнему Ларсу. По дороге, не знаю почему, мне бросаются в глаза крыши. Я уже привыкла к турецким, ярким, черепичным, добротным. А здесь крыши покрыты в основном шифером или железом. Причем иногда ржавым. От грузинских коров мы просто в шоке. Они такие смешные. Прячутся под мостами от солнца. Вообще очень любят гулять по дороге. Может быть здесь трава вкуснее на обочинах. Никто их не прогоняет, не гоняет. Я поняла, что они здесь, как в Индии, священные животные, неприкасаемые. Попадались нам на всем пути. И на всем пути по дороге стоят знаки. Осторожно, коровы. Про дороги. Дороги не скажу, что прям ужасные, но по сравнению с Турцией контраст очевиден. В Грузии они в основном узкие. Две полосы. Одна туда, другая обратно. Не разгонишься, не обгонишь. Максимальная скорость 80 километров, а местами и 60. По всей трассе установлены камеры видеонаблюдения. Но во всяком случае дорожные знаки попадаются. Хорошие участки дорог есть, но почему-то быстро заканчиваются. Зато от пейзажей за окном так светло на сердце. На зеленых при зеленых лугах. Пасутся коровки, как из рекламы «Шоколада Милка». На зеленых зеленых лугах. Чистые при чистой коровке. Стоянки на обустроенных участках. Расы, ну прямо как шедевры архитектуры. Их создал немецкий дизайнер Юрген Май. Мы остановились у аналогичной. В таком туристичном стиле. Необычно, правда? Прямо хочется притормозить и остановиться на такой площадке. Что пить в Грузии? Конечно, знаменитую минеральную воду Боржоми. Нет, нам еще не поздно. Заправились, отдохнули, едем дальше. Надо сказать, что в стране не все так плохо, как показалось с первого взгляда. Вот идет грандиозная стройка дороги жизни. Масштабы впечатляют. Это будет тоннель под Крестовым перевалом. Самым опасным местом на военно-грузинской дороге. Обещают завершить стройку в 2024 году. Возможно, уже этим летом не придется петлять по узкой колейке и лавировать между коров. На такую-то верхотуру они вряд ли заберутся. Хотя, кто знает. Что-то красивое, невероятно бирюзовое приближается к нам. Невозможно не остановиться. В точке, где открывается обалденный вид на озеро, организована торговля и установлены сердца для фотосессий. Но интернет нам экскурсовод. И оказалось, что это не озеро. Это водохранилище. Женвальское водохранилище, созданное искусственным путем в советское время в 1984 году. Для снабжения водой Тбилиси и других городов. Для выработки электроэнергии. И для орошения сельскохозяйственных земель. А еще оказалось, что под его водами скрывается древний город Женвали. Много исторических памятников. Одной из них, церковь Джвари по Теосани, говорят, можно увидеть весной. Когда уровень воды падает, сначала на поверхности появляется крест, а потом и сам храм. Жалко, конечно, что затопили. Но, с другой стороны, удачно затопили. Потому что место потрясающей красоты. Туристов притягивает как магнит. Все останавливаются, любуются, фотографируются. Ну и польза для экономики страны. Буквально рядом с водохранилищем еще одно интересное место. Я подумала, что это старинный замок. Да, мы остановились. Сейчас будем посмотрим. Естественно, открыв гугл, мы поняли, что это не замок. Это крепость Ананури. Построена она была в 16 веке для обороны за Кавказь. Оказывается, здесь небольшая река Ведзадхеви впадает в Арагми. И вот в этом устье решено было соорудить крепость. И все здесь говорит об этом. Характерное отверстие для ружей. Лестницы, чтобы подниматься на стену. Вообще, здесь нет никаких заграждений. Можно везде полагать, посмотреть. В 19 веке здесь располагался русский гарнизон. Может быть, здесь был Лермонтов или Пушкин. Внутри крепости в 1689 году был построен храм Успения. Он действующий. В там можно войти. Кто не смотрит косо, не запрещает. Я люблю такие старинные места. Проезжаем еще одно интересное место. Написано Пасанаури. Пишут, что Пасанаури не только ресторан, но и поселок здесь расположен недалеко. Напротив, на другой стороне течет река. Я так понимаю, что здесь место для шашлыков, а еще и для рафтинга. Чем ближе к Крестовому перевалу, тем дорога уже и опаснее. На отдельных участках у меня прям сердце замирало. Машины разъезжались. Ой, как мы прям близко-близко. Стояли мы зажаты между огромными фурами. Слева пропасть, причем заграждения очень хлипкие. Справа отвесная скала. А в такой ситуации прям еще только коров здесь не хватает для полного счастья. Вообще участок опасный, узкий. Пункт питания, мне кажется, здесь вообще не к месту. Мы посмотрим на обратной дороге. Может, вид тут красивый? Скорее всего, деревня рядом. Раз коровы шли. Путь наш лежит в Степан-Сминду. Это у границы с Россией. От Степан-Сминды до Верхнего Ларса рукой подать. Мы планируем там заночевать и рано-рано утром выдвинуться на границу. Шахни считают, что утром народ спит, а мы такие хитрые. Раскочим быстро. Дорога все выше и выше. Уже невозможно, кажется, ну вот опять виток, и мы еще выше. Рядом находится поселок Гудаури. Сейчас-то известный горнолыжный курорт. Очень много кемпингов, отелей. А вообще военно-грузинская дорога построена в начале 19 века. 1801-1863 годы строительства. Крестовый перевал – самый опасный участок военно-грузинской дороги. Его высота – 2379 метра. Невероятно высоко. У меня уже и так дух захватывает. И эти бесконечные трейлеры невозможно. Невозможно отвесная скала. Разве там можно проехать? Вы знаете, дорога просто вся в ямах, в лужах. Сверху что-то капает. В каком году все это было построено? И каким-то чудом еще не развалилось. В машину едут буквально на ощупь, чувствуя аккуратно каждую ямочку. А близко с фурой так вообще замирают, не дыша. Одно неосторожное движение – и все, не миновать беды. Знаете, я считаю, что все водилы, которые прошли эту дорогу – герои. Честное слово – герои. Мне правда страшно. Уф, опасный участок пройден. Я могу сказать, что это не только самая страшная, но и самая красивая дорога, по которой мне когда-либо приходилось ездить. По склону пасутся барашки, огромные стадо, такие милые издалека и такие тупые вблизи. Господи, вот нас угораздило. Сейчас будем ждать, когда все это стадо дорогу перейдет. Ведь ломятся, скорее-скорее, как будто опаздывают куда-то. Чабан тоже нашел время, когда через дорогу их переводить. Самый час пик. Одно слово. Овцы. Хайди, хайди, хайди. Нет, она пролезла все равно. Все равно. Пролезла. Ой, ой, ой. Ой, ой. Господи. 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 Чудом, чудом прошли линию фронта. Самая высокая точка, похоже, пройдена. И дорога потихонечку спускается вниз. Тепан Сминда – интересное местечко. Туристов море. Видимо, есть на что посмотреть. Народ вот развлекается. А наверху я видела монастырь и снежная вершина Казбека. А мы ведь даже не емши. Встретился нам этот ресторан 5047 метров. Кажется, это высота Казбека. Ну и ресторан не даст умереть нам с голоду. Народу мало и нас предупредили, что закрываются уже через час. Такие голодные, что я уже, мы все съели. Все хинкали, съели. Вот одна только хинкаленька осталась. И грибы, запеченные сыром. И так не очень торжественно, в полутьме, я ем свое первое хинкали. Не первое в жизни, конечно, но первое на пути. Честно говоря, так устали и темно. Я даже не поняла, вкусно или нет. Ну что, спокойной ночи, Казбек.